Исследовательское тестирование Это когда вы не знаете о том, что происходит в системе Вы не знаете, допустим, всех законов физики Ну, в смысле, открытых законов вы уже знаете, скорее всего Но не открытых вы не знаете И чтобы узнать о том, как работает система Вы изучаете ее, типа, тактильными ощущениями То есть, чтобы проверить, сковородка горячая или не горячая Первый раз человек, ну, он как бы ее коснется, обожжется и поймет, что надо придумать какой-то более, ну, новый способ Потоплив каплю в водичку и поймешь, что она горячая и так далее То есть, это, на самом деле, близко очень к тестированию черного ящика Это когда у вас нет спецификации и так далее Вы занимаетесь таким вот видом тестирования Итак, теперь внимание, вопрос в зал Что между этими тестированиями общего? Вы можете посмотреть на слайд, тут уже есть подсадка Что такое тестирование, если переформулировать нормально? То есть, по тестированию, на самом деле, поиск ошибок в продукте, это лишь инструмент Вообще, на самом деле, тестирование — это представление обратной связи Ну, опять, я еще раз беру пример Например, тестирование на юзабилити Кто из вас знает, какой юзабилити тестировал? Ну, когда надо пройтись по сайту, как бы, накликать там Последний слой, посадить, кликать Вот это вот тестирование, оно тоже дает какую-то обратную связь Дает какую-то модель Ребят, еще такая тема Если вы начинаете скучать, вы не останетесь Некоторые вещи будут проговаривать Это реально такие очень основы Я понимаю, но я бы хотел рассказать Это сделаю быстро Люди ошибаются Это нормально И, как бы, ну, на самом деле Самая важная тема в тестировании — это найти проблему в своевремя То есть, у нас есть обратная связь о продукте И чем дальше время обратной связи, чем позже мы после релиза нашли баку, тем хуже Об этом показывает... Так, друг, у меня к тебе есть очень важная противная задача Давай так Да, когда я буду делать вот так вот Ты будешь перелезать Да В общем, там табик Ну, ты, наверное, знаешь Окей, спасибо Это будет очень здорово Я тебе потом по-моему, не знаю Приз попробуй тут выбить, организатор И так Стрелкой попробуй Вперед-назад Да, можно Все отлично Итак, это... Ну, это скорость обратной связи К сожалению, она имеет обратную зависимость Чем дольше от вас находится... По времени находится обратная связь Тем меньше от нее толку Ну, приведу пример Например, если в протоколе СССР недавно, который допустили ошибку Несколько лет назад И вот совсем недавно выпустили... Ну, нашли баг вот этот вот И нашли вот эту вязвимость То вот это место очень много, мало толку Получается такая ситуация, в которой баг уже есть Он уже активно эксплуатируется всякими диверсантами и хакерами И его только недавно обнаружили и починяли То же самое может быть с продуктом То есть, например, вы выкатили продукт, пошли спать И через несколько часов понимаете, что там... Ваш интернет-магазин совершенно не работает Там пиковое время прибыли нету То есть, чем дальше вы находитесь по времени от написания входа Тем хуже, и чем меньше эффективности сервера Итак, отлично Или как раз я вот тут вот должен был остаться Давай дальше Итак, допустим, нам нужно проверить Яндекс Ну, у нас вот есть главная страница Яндекса И нам надо узнать, протестировать вот эту вот планующее погоду Вот это называется информация о погоде Она появляется у нас в каких-то серверах, видимо, идет Отрисовывается в Яндексе Итак, давайте быстренько Такой экспресс-тест и попробуем протестировать эту тему Итак, давайте, ну, есть смельчика Кто, 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 который может протестировать Быстро, два слова Давайте, блин Давай Ну, что, как вы протестировали этот функциональ Конкретно, вот этот функциональ Отлично Отлично Какую погоду на последний? Где находится правильный результат? На улице Отлично То есть, у вас кажется, что погода в конкретной точке Это общая погода для Петербурга, как считается То есть, вот это какая погода? Давайте погну Еще раз Да, человек для того, чтобы протестировать Сядет в машину, удаляет в метро-станцию Поднимет палец Потом термометр такой Да, я считаю, что этот процесс Ну, допустим Хорошо Отличный тест на функциональность Итак, вы проверили, что плюс два Что еще тут может провериться? Отлично Ну, то есть, кликнем на ссылку и проверим, ну, куда вы переходите Ну, что там находится Отлично, что еще? Ну, кто справляется? Это уже такое очень специфичное Есть немножко больше Вот это, как проверить, например, вот эту информацию Вот утром и днем То есть, вы там взлетаете в будущее, там, на машину, да? И проверьте, что в будущем будет такая температура То есть, я понимаю, с кризиса уже возьмете веб-сервис какой-то сторонний Проверите, что на стороннем веб-сервисе эта информация совпадает или хотя бы близка Ну, если рассматривать, как точно надо Угу Хорошо, давайте еще Яндекс, он ведь не только для русского технология Да, я думаю, приятности есть Угу, отлично, да? Иконку А что вы хотите проверить? Соответственно, поменяйте градусы Ясно Она зависит от градусов или чего-то другое? В общем, как я говорю, очень много проблем То есть, первое, то, что приходит голову И люди начинают тестировать это, извини, я супер говорю, руками То есть, люди начинают тестировать через конечную функциональность, то есть, интернет задания Вот это вот веб-сайт Иди, тестируй Он, не разбираясь, не смотря, что там в глубине Просто открывается, начинает тестировать Так, вот температура верная Ссылка работает В нем это то Иконочка есть В разных браузерах работает Все отлично Проблема этого метода заключается в том, что это наиболее-менее эффективный способ тестирования Происходит это потому, что руки у нас Раз Два И все То есть, как бы, ну, мы не можем использовать, допустим, третью руку Или, там, ну, 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 в некоторых тестировщиках я слышал таких, как бы, которые умеют использовать ноги для тестирования Но это очень редкий тестировщик, поэтому там, наверное, им надо, там, две мышки, там, три клавиатуры и так далее Но, в целом, на самом деле, руки у нас две, мы не масштабируем Следующий слайд То есть, нельзя взять и нанять человека, ну, если только с патологией, ну, в большинстве случаев такого нет Нельзя взять и нанять человека с семью руками Так же Во-вторых, для того, чтобы протестировать эту функциональность, надо инсталлировать Яндекс Вы представляете, только что разработчик написал, ну, допустим, нашли баку с вами Нашли, и реальная температура была не верна Разработчик переписал эту функциональность И после этого, как вы представляете, сколько времени занимает доставка вот этой функциональности в продаж Вот кто, вот, может сказать, сколько времени, ну, занимает установка Яндекса Вот вы устанавливаете, там, Фотошоп, там, игрухум, там, доту, например, 8 гигабайт Сколько времени устанавливается Яндекс? Кто у меня ответил? Сколько минут? Две минуты Ну, это очень такая То есть, понятно, что у нас есть нарезанный Яндекс, он справится, там, две минуты Представляете, что Яндекс надо расхватить, на самом деле, на тысячи серверов И то есть, понятно, что, чтобы протестировать именно функциональность в продажене, вам надо сделать очень много действий для веществ Ну, и после этого давайте возьмем эту ситуацию Вот разработчик Он, я прихожу к нему, слушай, у нас баг в погоде, давай с тобой посидим, поработаем, и ты мне его исправишь Он такой, да, не вопрос, два дня Я, как опытный менеджер, говорю, не два, семь На самом деле, разработчик, он почти всегда ошибается Это тема двухой статьи, но, на самом деле, они довольно часто зарушают, ну, свои ожидания Это происходит по разным причинам Иногда они решают несколько задач одновременно из-за того, что она разумно так втягает, и так далее Но, в целом, я всегда, когда человек, три, два дня, я оставлю вот этот срок, семь дней То есть, неделя Не рабочая неделя, а именно, как календарная То есть, за неделю он это сделан Следующий слайд После этого нужно собрать вот этот релиз Конечно, для меня, для одного меня, вот эту функциональность не покатит Понятно, что, если у вас продукт поменьше, то, скорее всего, может быть, и выпить от продажи Но, на самом деле, тебе скорее всего скажут Слушай, чувак, у нас, на самом деле, и без тебя, ну, забот хватает Вот, когда вас наберется человек в десять, тогда мы все совместно выпьем Они тебе тоже говорят, срок примерно два дня, но ты, как умный человек, пишешь семь Следующий Ты приходишь к тестировщику Мы все установили, находили, наконец-то нужно протестировать Тестировщик говорит, слушай, чувак, я занят осилим другого продукта Разбиваю клавиатуру Собственно, получается, что примерно Даже с этим, ну, с этого фигню, у него тоже ход примерно в семь дней Итак, внимание, вопрос Сколько уйдет времени на выпуск этого релиза в продаж? Разработчик семь Выкладка семь Тестирование в семь дней В математике Две с половиной недели То есть, все-таки меньше А, правда, да? Угу, это все-таки менеджеры, разработчики уже начинают обозревать Хорошо Кто еще? Какие варианты? Три недели На самом деле, следующий слайд Уйдет четыре недели Потому что Мне еще надо, как человеку, дойти и договориться со всем То есть, мне надо прийти к одному человеку, договориться с ним К другому, третьему, у меня тоже есть дела и так далее То есть, вот эти все нестыковки, если взять диаграмму грантов То, на самом деле, вы идите, скорее всего, 28 дней И тут, внимание, получается такая ситуация, что Вы находили продукт, вроде как, 28 дней И можно все это начать отмечать То есть, все, выпуск продуктов, там, гулянки и так далее Но, у вас идет какой-нибудь супербак Который запустит весь цикл по-новому То есть, на самом деле, вот человек придет и скажет Слушай, чуваки, у вас тут температура неверная Так вот, блин, ходили, ходили, все еще вроде один бак исправили Второй появился И, в результате, вот эти строки, они будут удваиваться Поэтому, время обратной связи, вот именно из-за этого, оно очень важно Надо попробовать начинать тестировать ровно там, где эта функциональность пришла Следующий слайд Ну, естественно, во всем виноват тестировщик Как скажут любые разработчики То есть, сразу это тот человек, который стоит в конце Ну, дальше На самом деле, виноват тот человек, который тут находил баг А еще больше, виноват процессы, которые не позволяют разработчикам быстро поставлять софт продакшн и выполнять тестирование Итак, подведем итог Ручное тестирование, оно не масштабируется Как я говорил, руки у нас две Мы не можем выполнять работу быстрее, чем мы выполняем Второе Оно имеет длительный цикл Любое ручное тестирование, но связанное с моим тестированием в интерфейсе Сейчас я вот тут только небольшой офтопик сделаю Вообще, понятие ручного тестирования, оно пришло в компьютерный мир в IT-технологии Только тогда, когда появились интерфейсы Раньше, люди не использовали понятие ручного тестирования Вы же, ну, представляете, как вот тестировать, вот, вот лежит компьютер Как можно руками протестировать вот этот компьютер? Не было понятия никогда, как можно руками протестировать самолет Как можно руками протестировать, там, какой-нибудь дисплей Как можно руками протестировать брифу, ну, просто и так далее Вот эти все вещи, они, понятия ручного тестирования не было вообще Смок тест знаешь? Смок тест? Покурить? Ну, я понимаю, о чем. Ну, в смысле, смок тесты, может, были. То есть, люди, когда нажимали на кнопку, и запускалась какая-то последовательность действий, которая сообщала о шипе. Но это не ручное тестирование. Ручное тестирование в нашем с вами понимании, ручное тестирование веб-интерфейсов, и вообще термин ручного тестирования пришел ровно со зрением веб-интерфейсов и UI доступного. Только тогда люди подумали, а зачем писать тесты, если можно нанять 50-100 тестировщиков, и они будут просто кликать. Зачем-то им оплатить людям еще один эксперт, разработчикам, которые стоят долго, дорого, если можно нанять людей, которые просто будут кликать, тогда они заблуждались как раз от этого. Поэтому, ручное тестирование, оно имеет очень длительный цикл, и оно именно за счет этого тоже неэффективное. Ну, и последнее, вот эти супер-баги. Вот смотрите, мы вот точно обнаружили, это инструмент автоматизации. То есть, вы просто заходите вот эту функциональность, вы заходите вот этот тест и будете запускать его теперь при каждом релизе. Во-первых, это даст вам масштабировать. Вы можете запускать одновременно десяток тестов. Ну, это очень удобно. То есть, получается, что вместо того, чтобы один человек сидел и 10 сценариев выполнял параллельно, вы можете, ну, последовательно, вы можете выполнить их параллельно. Второе, это повторяемость. Эти тесты повторяются. Вам не надо, как бы, держать человека, который будет помнить все 157 тысяч сценариев, которые есть у вас продукция. Вы просто запускаете регрессию. Но, в основном, вот эти вот регрессионные тесты, они дают плюс на минус. И они имеют такое свойство, как время поддержки. И чем выше время поддержки этих тестов, то у вас там начинается кашель, там еще непонятно, эффективны ли то, что вы их переиспользуете, или это хуже, наоборот, делаете. Потому что продукт у вас постоянно меняется, и вы только и делаете, чтобы править тесты. Ну, да, ладно. Там понятно, что у нас остается, что у нас продукт все равно надо инсталлировать. И последнее, то, что все равно баги будут так же сложно определять, где конкретно произошел баг. Срочку кода, в которой произошел баг, через интерфейс вы не найдете. Итак, суммарное время у нас увеличивается до 21, и вы уже можете праздновать или нет. Следующий способ тестирования, это модульно, автоматически. Вы относитесь к продукту не как к единому целому. Вы уже смотрите на продукт, как так несколько модулей, у которых, возможно, есть API, есть какие-то ручки. Возможно, разработчики напишут вам, выведут какие-то ручки, чтобы вы могли напрямую в базу данных добавлять такие багдорные ручки. Добавлять данные и смотреть, допустим, если вот в этой ситуации можно было прямо в API сказать, слушай, отдай мне температуру плюс 2 градуса, а ты верстка, нарисуй мне плюс 2 градуса. И точно убедиться в том, что проблемной верстки нет. Ну, понимаете, да? А потом протестировать отдельно следующий модуль. То есть, например, уже сказать, как будто бы метеоданные отдали тебе температуру плюс 2. Слушай, логика сервиса, скажи-ка мне, какая температура будет? Говорит, плюс 2. Ты такой, все, отлично, и тут ошибки нету. Слушай, метео, а ты мне чего говоришь? Ааа, плюс 5. И ошибка будет дальше. Объявляться быстрее. То есть, это такой один из самых крутых эффективных способов, это вот называется, вот эта вот тема. Дальше. Получается, что, ну, если вы разбираете сервис на модуле, то тестировать его сильно легче, чем тестировать динозавр. По сути, когда вы тестируете большой ваш продукт, то вы относитесь к продукту, как динозавр, к очень большому существу, к которому непонятно, как подойти. Если динозавр распеи, то из него даже можно сукстроить. Так, дальше. Поэтому, еще раз повторюсь, работа на развитие на модуле, легче тестировать. Итак, что у нас получается? Обратность виснет. У нас получается, что тесты масштабируются. Теперь вы так же, как так вот это автоматизация, так как это автотесты, вы так же их можете запускать параллельно. Второй пункт, который вы появили, мы потихонечку начинаем находить более явные ошибки. Вы можете уже прийти к разработчику и сказать, слушай, дружище, я вот посмотрел, у нас в сверстке отображается температура правильно, с метеослужбой приходит правильная температура плюс 2. А вот в центре, в твоей логике, у тебя там температура каким-то образом приобретается плюс 4. Давай с собой сядем, посмотрим, где конкретно. И скажу, слушай, да, это, наверное, моя проблема, давай я сейчас не разберусь и так далее. Это будет гораздо легче. Вот эти ошибки гораздо легче писать, но ошибки, которые плотнее локализовывать. Итак, суммарное время уходит до 14 дней. Это все абстрактная такая идеальная ситуация. Итак, давайте, такиним, как он может быть следующий способ. Итак, мы прошли ручное тестирование, автоматическое тестирование, автоматическое модульное тестирование и... Уни-тестирование, уни-тесты, все верно. И переходим, короче, точечно-автоматически. Уни-тесты, на самом деле, если взять, то они реально походят на локарь, на хирургическую машину. Итак, они обладают наибольшей эффективностью те тесты, которые сообщают тебе об ошибке прямо в том месте, где ты ошибку эту на коде. То есть, получается, ты пишешь функциональность, пишешь на нее юни-тест, и уни-тест тебе говорит, ты только что написана функциональность, у тебя произошла ошибка. Не надо? Это в зависимости от подхода, да. Поэтому, как говорят, короче, люди, сперва надо исправить ошибки компиляции. Ну, то есть, на самом деле, это самый примитивный юни-тест, который делает за нас среда разработки. Она подсвечит вам проблемы компиляции. Вот, собственно, исправляете ошибки компиляции. Потом накатать несколько юни-тестов. Юни-тестов для начала можно накатать, это самый хороший способ, на те проблемы, которые вам известны. Вот, к вам пришел тестировщик, сообщил вам о проблеме, вы просто сразу на нее пишите юни-тест. Потом, одним из очень хороших способов тестирования, именно наиболее эффективное, это статический анонизатор кода. Перед вами инструмент Сонар, кто с ним работал, кто видел, несколько человек. Инструмент Сонар, он статически анализирует код. Код, на самом деле, это текст. У текста есть синтекс какой-то у кода. Поэтому можно просто проанализировать синтекс, если сказать, например, вот тут, скорее всего, у тебя будет деление на 0. А вот тут, ты неправильно выкинул exception. А вот тут, будет вот такая ситуация. Эти темы можно проанализировать, если просто посмотреть, прочитать текст. Такой анализ проводят разработчики, которые делают друг друг к другу код-ревью. Те правила, которые уже были, ну, как бы, сформулированы точно, они заносятся просто в инструмент названия Сонар и больше не повторяются. То есть Сонар при билде кода проверяет вот эти всякие закономерности. И вы получаете, что у вас проходит тестирование, именно автоматизация тестирования, не отходя от кассы. То есть как только вы сделали коммит, у вас сразу же происходит тестирование. Дальше. Ну, и самый, как бы, такой совершенный способ, мы сейчас работаем в новой разработке в Яндексе, это, а, блин, суммарное время уходит на 7, дальше. Это, ну, с точки зрения науки, есть еще наиболее эффективный способ, который находится уже практически за очерковой, это новая разработка. Это, ну, типа, ну, собственно, предвиднее будущего. То есть это когда тестировщик приходит на работу и просто такой, ребята, ладно, это шутка, на самом деле. И суммарное время приходит, как бы, там, кризисы 2.0. Это идеальная ситуация. Мы в Яндекс очень любим эффективность, поэтому мы снижаемся именно к этому пути, но другими способами. Итак, сейчас я рассказал про такой вот подход, и, к сожалению, следующая тема, я могу только рассказать, чтобы вы, там, ну, так, немножко мне позавидовали, да, как мы это у себя использовали. Я сейчас действительно покажу вам, ну, прям на практике, пример того, как вот эта вся схема с снижением тестирования работает. Так, так же. Время и обратность, ну, сначала надо находитесь, ну, что ли? Вам надо, чтобы для того, чтобы у вас все это заработало, вам надо. Это репозиторий кода. Это самое первое, что нужно, чтобы продукт можно было автоматически тестировать. Это репозиторий кода. Второе. Вам нужен сервер сборки. Это TeamCity либо Jenkins. Это такая штука, которая постоянно отслеживает изменения в вашем репозитории, выкачивает новый код и прогоняет тесты. Следующее. Написать несколько тестов. Достаточно будет реально 2-3 теста на уже существующие проблемы. Уже этим вы избавите себя, по крайней мере, от того, что такие же проблемы будут передаться в будущем. Потом подключить статический анализ кода, в котором будет виден ваш проект. Если у вас какая-то метрика проекта падает, статический анализ кода блокирует код и говорит, говорит, чувак, ты написал очень плохой код, раскрайся и исправим. Следующий. И мы запускаем автоматизацию. И там, по-моему, будет, как это выглядит на тактике. Тут есть интернет? Кто знает? Есть. Есть. А, я, наверное, как-то лучшим. Так. Продолжение следует... 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 Вот этот продукт мы точно протестировали, и, скорее всего, он работает, если у нас хотел и не нет тестов. Вот, собственно, короче, это ответ на вопрос. Еще какие-то вопросы? Кто поддерживает все эти тесты? В этом очень хорошая тема, что такие тесты очень легко поддерживать. Смотрите, у нас команда разделена на две части. Первая команда занимается server-site, вторая занимается версткой. Для верстки команда server-site сгенерила данные. У нас есть вот такой вот модуль, в котором сгенерированы данные, и он их дает верстки. Верстка работает только с этими данными. Если команда server-site переделала функциональность, перегенерируются данные. Верстка работает всегда на статических данных. Человек, который разрабатывает верстку, пишет тесты всегда на верстку. Соответственно, изменения в server-site. Изменяется server-site, мы перегенерируем данные, отдаем верстку. Сами пишем тест на server-site. Он принимает новый тест на server-site, расширяет покрытие. Если ничего нового не добавилось, то он просто у себя понимает, что он заменил где-то селектор, и сразу же там поправил. То есть он, как только разрабатывает эти селекторы, сразу же там на кодует проект. Собственно, верстка, она тестируется совершенно отдельно от server-интерфейса. То есть я правильно понимаю, что у вас и самые функциональности, и тесты на нее, и штабильные решения? Да. То есть человек, который разрабатывает функциональность, ровно на нее же пишет тесты. А вы хотите пропустить на этом тесты и посмотреть, что он действительно проверяет то, что должен быть? Ну, это уже, на самом деле, такое паранорам, мне кажется. То есть, смотрите. Ну, давайте так. Кто верит в то, что можно писать все тесты? Никто. А кто верит в то, что его продукт сейчас качественный здесь? Я тоже не верю. Смотрите, давайте так. Зачем не проверять тест, если мой продукт, ну, скорее всего, он тоже не качественный? Я объясню, как бы, ну, Марак, смотрите. Все то, что лучший способ написания тестов, это, во-первых, написание тестов на то, что ты хочешь людям подать. Ну, то есть, на самом деле, вот эти вот всякие интересные случаи, вот такие вот, как, вот так вот подлезть, вот здесь вот подлезть, они происходят. Тут у меня нет вот такой чертилки. Я сейчас вот не нарисовал, тут уже вообще хорошо. Ну, экспромта. Вот у нас тут есть один компонент, вот у нас тут есть другой компонент. Вот, собственно, вход сюда один, выход другой. Вход сюда один, выход другой. Если тестировать по отдельности, можно сюда написать один тест, проявить, что компонент работает. Написать сюда один тест, проявить, что компонент работает. Когда у нас два модуля, мы сюда пишем один тест, и тут ловим выход. Мы можем проверить только, что оба компонента работают, либо они работают. Понимаешь? У тебя количество тестов растет экспоненциально, как только у тебя модуль начинает друг за друга цепляться, без возможности подлезть к каждому из них внутри. Естественное, вопрос был, потому что я там, в последующем, мы занимались с вами тоже автоматизацией на Афинесе. Наверняли девелопер. Девелоперы сделали тесты, погнали, они все пас, все отлично, все отлично, все коллега. Начали смотреть, оказалось, что они подают на футбол, смотрят, например, и они не спали. Отлично. Понимаю. А теперь, короче, просто представь, как это будет выглядеть тут. Я сейчас могу открыть тест. У меня будет написано, ручка IP, высок значение погоды, плюс 2. Проявить, что значение погоды плюс 2. Ну, в твоем случае, вот эти тесты, они, ну, то есть, смотрите, это синдром называется начального тестировщика. Опытный тестировщик веб-интерфейсов, когда увидит вот этот колдунчик погоды, будет тестировать функциональность. Начинающий, извини, пожалуйста, будет тестировать иконки. Ну, потому что ему кажется, что в иконке может быть проблема. Вероятность того, что в иконке будет проблема, она настолько минимальна, потому что это просто линка на файл. Это реально, ну, функциональность, она гораздо глубже. Функциональность, она про то, что ты откуда-то забираешь данные, потом их перекладываешь, как-то форматируешь и после этого отрисовываешь. В этой цепи гораздо больше будет вероятность проблем. И поэтому твои разработчики, они просто для того, чтобы, знаешь, там есть такой очень хороший комикс. Типа, два разработчика с тестом вводят, соответственно, слушай, этот тест, по-моему, красный. Слушай, а если применять true на false, о, зеленый, да, все отлично, порядка и продакшн. То есть, в плане того, что они не заинтересованы в том, чтобы тестируют продукт. Мы только разработчики заинтересованы, у нас нету тестировщиков. Ну, то есть, это разные темы. Они просто на вас сваливают, как думают, думают о том, как вы будете все это тестировать. Поэтому пишут любые тесты. В продолжении нашей темы, да, мы оцениваем, как пишутся наши тесты, и как раз для этого нам помогает вот этот пример. Называется I.U. Его основная задача – визуализация результатов тестов. Как ни глупо звучит, вот это – это проход юнит-тестов. Вот это вот прессовывается, проход юнит-тестов. Смотрите, как он красивый. Итак, у нас тут есть. У нас запустилось 6 тест-сюнтов. Каждый из них проходил столько-то времени, в каждом из которых было найдено вот столько вот ошибок. Всего было 300 тест-кейсов, из них 74 сломано, 30, короче, было... Ой, 74 нашли ошибки, 30 сломано, и 30 пропущено. Если посмотреть по графикам, то это будет выглядеть вот так вот. То есть у нас, типа, вот зеленых количества тестов. Вот тесты-блокеры. Один тест-кейс, он был сломан, но это как бы он тестировал блокер. И по времени. Вот разграничение. То есть у нас есть несколько тестов, которые 6-7 секунд выполняются. В основном тесты у нас выполняются около секунды. Но это как раз я и говорю о том, что у нас юнит-тесты. У нас тесты не используют, ну, большие веб-сервисы, ничего открывают. Поэтому юнит-тесты, они примерно укладываются в секунду. Если посмотреть на таймлайне, то мы запускали эти тесты параллельно. То есть вот этот вот, каждый этот блочек, это тесты. Мы запускали их, видимо, короче, там видов 10 потоков, вот эти вот тесты. Поэтому время выполнения тестов было большое. Итак, зайдем на какой-нибудь конкретный тест. Тут написано. У нас есть parent-step. Мы каждый тест делим на степы. Степы помогают эти тесты лучше читать. Степы это примерно так. Открываем страницу Яндекса. Вбиваем туда поисковый запрос. После того, как вбили поисковый запрос, смотрим количество результатов. Количество результатов должно быть 10. Но, собственно, вот эти все сценарии, они отображаются, собственно, вот в этих вот, короче, степах. Степы могут группироваться. Есть у нас основной степ. Допустим, открываем страницу Яндекса. Внутри будет написано, типа, мы там вбиваем запрос, нажимаем кнопку найти, ждем открытия страницы. Также к каждому степу можно прикрепить attachment. attachment может быть текстовый, attachment может быть JSON, XML и JPEG. Как это все работает? То есть, представьте, степ, ну, теперь каждый тест у нас разделен на степы. То есть, его можно читать как просто, как историю. Открываем страницу, делаем то-то, 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 то-то. У нас есть автоматизаторы. Это вот, как бы, ну, там, моя кастра, скажем. Люди, которые пишут тесты. Результаты тесты осматривает всегда эксперт по тестированию. Люди, которые, там, ручные тестировщики, у нас называются экспертами по тестированию, и выполняют роль ответственного за релиз. То есть, он запускает автотесты, осматривает все результаты, убеждается, что ошибок в продукте нет, и только после этого дает отмашку на релиз. Чтобы он разбирался во всех тестах, предварительно, на каждый тест он считает вот этот сценарий. Он проходит глазами каждый сценарий, который вот так вот очень удобно и красиво написан. Как только он видит, что сценарий хорошо, он говорит, этот тест хороший. Если вы видите, что в сценарии есть какая-то лажа, и он не понимает, что делают какие-то действия, он говорит, слушай автоматизатор, я не вырубаю, что происходит, перепиши так, чтобы я понимал. Тот переписывает код, опять генерируется новый отчет, эксперт смотрит на тесты и проверяет, что в тестах появляется ровно то, что он хотел. Также тут есть такая большая, ну, прикольненькая фичка, это требование. Мы разбиваем все тесты, на фичи, история. Завидите, ну, с генеренкой, ну, такой, лучше не усматривается название, это такие, ну, тупые названия. То есть, короче, допустим, есть функциональность поиск, есть поиск по картинкам, есть поиск по видео и так далее. То есть это просто способ группировки. Вы видите, допустим, что фича с решетом у вас не работает. Там какая-то, ну, сложно. Кто понимает, что такое BDD? Сейчас попробую в двух словах объяснить. Вот это просто реализация вот этой концепции. Это означает. Приходит менеджер к разработчику. Короче, я говорю, у нас есть функциональный поиск. Фича, фича поиск. Я говорю, слушай, у нас до сих пор не работал поиск по людям, по имени и фамилии. Вот по фамилии работает? Работает. По имени работать? Работает. А по имени и фамилии не работает? Загреждание работает. Отлично. Давайте добавим новый тест на проверку и новую функциональность на поиск по имени и фамилии. Для этого мы заводим фичу, уже существующий поиск, добавляем в нее стори. Стори будут называться поиск человека по имени и фамилии. Это будет стори. В ней будет тест-кейс. Какие тест-кейсы можно придумать? Например, поискать по имени и отчеству, поискать по пустому слову. Все равно, потому что в грамках вот этой истории это будет хороший тест-кейс. Ну и так далее. То есть внутри вот этой истории уже будут тест-кейсы. Вот эта тема, она служит для того, чтобы ты мог группировать тесты и посмотреть вот эту картинку, быстро принимать решение, что не работает. Теперь представим, что ты ее находил, мы написали тесты, запустили тесты. И мы видим, поиск не работает, потому что не работает поиск по имени и фамилии. Заходим сюда и видим конкретно, в чем и проблема. Допустим, не работая с латинским буквами. Ну, ты понимаешь, да? И конкретный тест-кейс уже говорит нам, о чем конкретно проблема. А вот это это просто уровень группировки, который позволяет нам сказать, где проблема, именно в какую область она произошла. Вот, собственно, если возвращаться к вопросу о том, как мы ревлюем код, именно вот этих, мы используем вот конкретно вот этот инструмент, он консорсный. Вы можете составить своих разработчиков, подключить его, может быть, у вас получится что-нибудь хорошее. Какие еще вопросы? Сделать питоновский. Питоновский есть уже, даже плотиплэшный есть. Мы беги. Мы переделаем. Да? Переделать? Да. Я что, там, красивый? Это сгиньонные данные. Давайте я подключу. Ага. Эти дефекты, это просто те, которые упали, тест или компенсионные данные? Я понял, да. Вы подойти два подхода. Вот это касается подхода. То есть у нас в Яндексе, то, что я показал на примере моей датечки, к сожалению, это совсем молодые и только новые проекторы. Это происходит в схеме. При том уровне компенсации, о котором я показывал в браузере, при таком подходе каждый тест это стоп, это стоп конвейер. Ну, типа, как только падает тест, он не останавливается вообще даже по одному тесту. Есть другой подход, как раз для него мы используем тест-точок. Это когда Яндекс долго собирается, а потом мы запускаем вот эти тесты, которые обнаруживают сразу множество проблем. Это правда. После этого мы видим вот такой вот блок, анализируем все из них, которые проблемы, по ним заводим баги в жире. Потом разработчики их исправляют, цикл заканчивается, ну, они дают нам новый продукт, мы запускаем эти автотесты, если это все зеленое, мы начинаем тестировать руками. Планы просто, ну, ее надо сделать. То есть это, да, это хорошая идея. Давай тут посмотрим. А Алюра это вообще ваша разработка? Алюра это наша разработка. Если кто помнит, есть такой инструмент, если кто знает, под названием «Сосидитесь». Да, вот как бы это объясню, если он только под Java, мы в Яндексе используем не только Java, как язык программирования, у нас есть Python, даже BFP, в некоторых случаях есть Perl и так далее. Поэтому мы разработали Алюр только для того, чтобы был единый формат отчета, потому что, ну, это не то, что как корпоративный стиль. Понимаете, что люди с разных компаний, ну, с разных отделов будут просматривать разные отчеты, они просто будут глазами выедать, ну, просто. Когда человек с разных команд смотрит на единый отчет автоцесс, в котором он легко ориентируется, это сразу повышает эффективность. А уже адаптеры, ну, как я называю адаптер, это конкретный язык, они наберезают уже как на своей команде. А у вас вопрос на коробку. Часто можно больше назвать, если они все есть? Смотрите, да, я понял. Итак, есть такой подход, я, на самом деле, уже, наверное, много, я вас все утомил еще, я постоянно, ну, начинаю каждую, короче, тему, здесь такой подход, как бы, ладно. Есть такой подход, который гласит так, что тест 2 начинает следующим образом. Первое, это, как бы, тебе надо сделать, там, A равно get A. Ну, типа, то есть, тебе надо сначала получить значение A, ну, типа, просто уже конкретное финальное значение A. Только после этого ты можешь его сравнить со значением B и сделать вывод об ошибке. Тест может завершиться, короче, тремя разными способами. Первое, он может пройти, это A равно B. Это в самом простом случае. Второе, у вас могут быть проблемы в извлечении A. Ну, то есть, например, браузер не открылся, произошел тайм-аут, мы не смогли узнать, в каком состоянии находится погода, да, понимаете? Мы такие тесты называем broken. Мы умеем их отслеживать, и у нас такая тема, если мы не можем получить A, по любому случаю, будь это тайм-аут, будь это еще какая-то тема, мы в тестах выкидываем исключение, мы сразу кидаем исключение, которое не обрабатывается нигде, и оно сразу вылетает, выводит тест вот сюда. Поэтому у нас тестировщики вот эти вот темы, они не используются. Сейчас покажу. Это даже, вот если нажать дефект, так. Вот. Скип, на самом деле, если мы не обрабатывали с родителем Яндекса, значит, не работает функционально. Не-не-не, объясню. У нас, если, короче, если мы не смогли открыть я-то на Союзу Яндекса, значит, у нас сломался тест, который должен будет попроверить. Скип означает, что мы этот тест скипнули. То есть этот тест теперь не нужен. А брок, он обозначает, что у нас функциональность под прицелом. Функциональность, которую мы должны были проверить, не проверилась. Понимаете? То есть, понятно, что... Конечно, у нас тут не начали называть, но фактически вот броками нет. Есть игнор. Вот смотрите, здесь понятие игнор, это у нас называется скипет-тест. Это когда разработчик понимает, что в продукте есть такая ошибка. Он специально на тест навешивает игнор и говорит, вот эти тесты, их даже не надо запускать. Мы их не запускаем, они у нас, ну, там, сели такой кружочек. А тесты, которые нужно было запускать, о которых никто не посмотрел, если функциональность изменилась, изменились селекторы, вот неважно что, то они попадают в продукт. Вот у нас есть такой вот тапик. Продукт-дефект, 78. И доходите вы сюда вниз, и тут написано тест-дефект. То есть, на самом деле, 33 дефекта у нас находятся в тестах. То есть, это 33 ошибки конкретно в тестах находятся. И 78 ошибок в продукте. Вот эти вот ошибки, эксперт по тестированию даже не смотрит. Он просто говорит, ребята, у нас как бы есть дефекты в тестах, ну-ка быстро чинить. Все. Ну, тут разговор короткий. А вот продукт-дефект, он уже отсматривает и понимает, как это все устроено, и почему они произошли. А я ответил на вопрос. А не совсем так. Не знакомо я с этим. Не совсем. То есть, я такая статистика не вижу, как вы знаете. Если я тестирую функциональность этого видео, да, условно, фактически у меня не пробный тест. У меня не спустились тесты на этот, потому что мы отвалились на пре-контишнную, условно, да, когда мы открывали. То есть, фактически, этот тест не запущен. Ну, он упал, он не запущен. Ну, в среднем, что такое пре-контишн? Выводится еще новое понятие. То есть, вы выводите понятие, как фори-автокласс, там, или, ну, там, ну, это правда. Ну, условно, да, пре-контишн. Если сломался пресс-контишн, то тесты будут скипить. Понятно. Это, как бы, ну, никто не берет. Я говорю, в ситуации, когда, например, давайте так, вот сейчас приведу пример. У нас тест завершился с тем, что браузер не открылся. Давайте, ну, просто, сейчас какие варианты того, что может не открыться браузер? URL завис, ну, URL завис, очень странно, фургировка. Допустим, открывается в одном сайте, и он упоминает очень много мест. Ну, допустим, что... Допустим, что... Ну, допустим, в Севке нет, первое. Второе, мы можем использовать профсик какую-то. Третье, нету связи вообще до браузера. Четвертое, у нас может быть браузер, открывая страницу, на которой бесконечность цитлов загрузки в спектакль. Это очень много вариантов, просто. Поэтому мы не пишем тесты, что это скипить тесты. Это явно проблема, в которой нужно разобраться. То есть это надо автоматизировать тестирование посетить в Пукуне. Сетевая проблема, значит, попадет к ребятам и выясним, почему у нас сеть тупит. Если да. Как раз к тому же, когда вы эти степы делаете, да, вы проверите делать на уровне каждого степа. Да, да, да. И вот мы выбрасываем, соответственно. Да, да. То есть... Как это концуется. Да. И открытие страницы. Я понял. А вот это когда заскипился. Я понял. Если вы говорите о том, что типа помечать степы, да, конечно, каждый степ имеет статус, у него также есть четыре статуса, он может быть либо скип, либо брокен, либо фейлит, либо пас. И вы смотрите, нам удалось открыть страницу, нам удалось вбить запрос, нам удалось найти результаты, но не удалось их проверить по причине прошлого степени он упал. То есть там так и будет написано, и здесь поменится как брокен, и автоматизатор увидишь, ну, то есть вся эта система, естественно, предусмотрит. Да, да. Какие еще вопросы? Да. Прось бы мне фамилии. Да. Вопрос, у нас, получается, привозь подходит в степе, да? Например, открываем жалобы для самого. Да. Собираем пояс только по имени, и проверяем тот же самый свобедник, тот же самый симптом. Здесь есть большое количество как бы одинаковых полученных степов. Вот. И они уходят в каждую историю, дублируются. Да. Корреснем. Они уходят в каждую историю. Ой, в каждую. Ну, все степы дублируются в каждый тест-кейс, но это дублирование происходит на стороне верстка. Ну, клое того, что это уже когда мы генерируем отчет. По сути, естественно, мы делаем тест-кейс, у него before class, before class делается инициализация, и продукт переводится в ту стадию, в которой нужно. То есть, это один набор степов. В конце степа мы, ну, все чистим и закрываем. Внутри у нас там степы, которые просто проверить поиск такой, проверить поиск такой и такой. Ну, очень простые действия. И после того, как генерируется отчет, мы берем и все вот эти вещи копируем, чтобы один тест-кейс можно было читать легко. Ну, чтоб ты не боялся, как открываешь и видишь, что произошло прям от самого начала до самого конца. То есть, собственно, подготовительные, да, с точки зрения кода, это код, который переиспользуется, то есть, не дублирование. Ну, сейчас, я хочу сразу заметить такую тему, я почти на каждой конфиденции это говорю, что Яндекс очень большая компания, у нас нет единого подхода, поэтому, когда ты берешь правильнее и окониск, ты имеешь в виду, что мы тут очень конкретно, по-моему, быстро наеду. Да, хорошо. Собственно, мы пометили тест-карты снидов и разработчик, это когда-то там, через полгода, неподъекция. А есть ли какая-то связь, которая автоматически пометит тест-карты для того, как прогонит его замок после того, как вы закрепли? Нет, такой связи нет. Во-вторых, как бы я очень редко вижу такие темы, что у нас именно автотесты скипались вот таким вот дерзким способом. То есть, это такой хак, как бы, ну, прям, ну, это редкость, это очень редкое явление, да? Автотесты у нас, как бы, ну, считается, что автотесты, когда не зеленые, это значит любые автотесты, это значит очень плохо. То есть, в целом, как бы, как только, ну, получается такой алгоритм, то есть у нас автотесты проходят, находятся какие-то баги, тем не менее, в зависимости от кривизны этих багов, насколько система нестабильна. Ученики могут даже иногда ввязаться к тестированию, потому что там, ну, например, не работает очень конкретно функциональность, автотесты это нашли, а другая функциональность работает. Ну, мы, типа, заодно дотестируем. Они дотестируем функциональность, потом делают, как бы, набор багов, набор багов подают разработчиками, те фиксят от сих до сих, и только после этого делаются новые версии, на которые прогонируются тесты и так далее. А зачастую, почему у нас тесты не наклонны? Ну, у нас требование тестов, чтобы они проходили железно всегда, потому что зачастую они у нас подключены в системе теплое, которое кайгнуло. Ну, видишь, что тесты не прошли, она сразу отбудет. Ну, то есть, много уже где они подключены по такой схеме, и, скорее всего, там будут проблемы сразу. То есть, там даже разработчик не обобщается с себя, он тестирует. Просто видишь, что тестовый парик, а он чинил продукты. Либо рассказывает, типа, тесты неправильно. Ну, отчасти именно поэтому у нас есть вот это вот разделение тест-дефект. Ну, вы понимаете, то есть, чтобы разработчик, например, не пошел, там, чинить в своем продукте проблемы, когда начали проблемы в тестах. Или, там, есть... Ну, как, например, новую нишу? То есть, известный баг, ну, да, как бы, ну, бага. Я не очень понимаю, что такое новую нишу. Может быть, я уже давно не тестировал, просто... Ну, то есть, зимой не показывается и полка снега. Ну, в принципе, как бы, ну, и будет. Так еще вам не починить. Ну, просто я, если говорить про мою команду, то у меня нету новую нишу. То есть, как бы, новую нишу – это те ниши, которые, как бы, ну, мучили в первую очередь. Я просто не очень понимаю, что тут новую нишу. Ну, фактически, это не заведенный баг, но, который, там, не знаю, там, новый приоритет, да, то он с ним работает в продакте, у нас в тестах его регулярно накопит. Так выкиньте автотесты. Это просто потому, что, ну, если искать какую-то автоматическую провязку, жиры и вот этого таска, у нас такой нет, я еще расскажу. Если оставлять тест рабочим, чтобы он постоянно красным будет, это разработчики не будут на эти тесты смотреть. Да вообще никто не будет смотреть на красные тесты. Прелесть тестов в том, что они бывают зеленые, там, 90% лучших. Тесты должны находить проблемы. Это, там, ну, я говорю, это оценочное тестирование, то пользователь может сесть, там, блин, что-то мне ваши формочки не нравятся, там. Ну, блин, ну, почему она тебе нравится? Ну, что-то не нравится, там, ну, что-то мне кажется их формочкой. Тесты, они должны всегда находить конкретную, ну, конкретную проблему. Это бинарный результат почти всегда. Ну, поэтому удавите тест. Зачем этот тест нужен, если проблема не важна? Ну, в смысле, а, ну, реально... Ну, если она есть в продакте, да, и она... А если она не важна? Ну, в смысле, ну, что? А может, это не проблема? Знаете, что такая тема есть? Типа, ну, типа, из бака, есть фича ЭКВС. Как это называется? Бак... А, да, из бака есть фича. Ну, назвите это фича и поставьте там... Документация теперь у нас поведение нормальная. То есть, ему не понравится картинка. И забейте, например. Автотест очень не было. Ну, как любая система, которая автоматическая, она не допускает никакого, ну, неопределенности. Ну, это потому что кофеварка, как бы, ну... То есть, это, представляете... Слушайте, а что будет, если я под кофеварку не поставлю чалочек? Она не будет думать. Она не человек. Она не может принимать решение, как бы, субъективное. Типа, слушай, ну, может, это нормально. Слушай, я потерплю пока. Не буду, там, в кофеварке есть. То есть, тесты, это, как бы, автоматическая автоматизация. Автомизация не терпит, как бы, никаких... Возможно. Да, да. Вот точек времени нет. И вот как раз ровно на таких штуках. Ну, вот, ребят, мы взяли, там, парк сидит, сорок тестировщиков, а автоматизация сидит такой, иконочку правее, да, шрифт, 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 шрифт. Они, скорее всего, связаны с каким-то большим тестировщиком. Ну, там, тестировщик может, там, посмотреть вот страницу Яндекса вот эту модуль. В основном, на самом деле, по большому счету, можно не тестировать, потому что ты ее открываешь вот так вот. Все. Ну, вот это тестирование. Обязательно, теперь человек начнет писать на нее автотесты. Так, это Селениум надо изучить язык программирования, придумать систему запуска, поставить парк Селениум машин и так далее. Это, ну, это гигантский объем какой-то. А с другой стороны, допустим, автоматизировать создание договора в Директе. Там, блин, тридцать форм, я даже сам не знаю, тест лучше меня знает не заполнять эти формы. То есть, и вот это вот говорит, так, я Иван Петрович, там, он данное рождение. Все. Вот эти вот действия очень хорошо автоматизируют, потому что они в голову нарезают. Вот, собственно, их и надо автоматизировать. Какие-то вещи. То есть, вот этот интерфейс мы и глазами осматриваем. Ну, плюс два дома. Он сразу генерирует отчет полностью, после того, как продукт собрался. И уже после этого он осматривает его глазами, потому что, ну, это все-таки самый надежный источник тестирования. А то самый простой и другой. – У нас график релизов? – Опять же, у нас, конкретно, у меня, у меня как бы… Ну, что, сколько вы тестируете? – Я говорю еще раз. Я сейчас занимаюсь разработкой инструментов тестирования, и я сейчас не отношусь к конкретной команде тестирования в Яндексе. пойму что у нас график релизов у реквеста пришел и спутник вот играть перелиза присущается пользу пищу в свои не сможете а дальше я уже чешуле основного ядекса конечно есть визор это совершенно точно и менеджера очень сейчас стараются уже например там главная страница как раз оппортальный сервис релиза каждый день у них железно как сервисы типа директа я думал что то есть было релиза раз в неделю поиск может лица 3 и не и за 3 и виза в неделю и один большой релиз месяц большой это значит большой большой и мало того как и это уже длина такая тема что это уже нормально если бы все еще стремятся я там занимаюсь разработка фреймворка не последний как у крайне стручки уже я просто даже я уже начинаю тормозить распускать несколько миллионов тестов в день и поэтому если купить классе в среднем авто 16 физических машин нереальные то приходит ко мне и говори чувак а почему это один из тебя мы не можем выложить крибу на продукты то есть в плане того что узкие места они все равно находятся тем не менее ну то есть график ездит он может скатраться ну у меня к сожалению нет таких данных сколько за сколько они проходят на все я могу стать умеет что если какой-то больше полу часа это набор больше полу часа это у нас уже неприемлемо за этим наборами следят и это первый набор на оптимизацию мы используем подход для доступа рассылать примерно о мощностях а наши мы используем подход для тестирования верстки от сравнения скриншотов в этой продакшена и в нем запускается 600 600 не наружу около 1000 сценариев 1000 сценариев и они проходят по моему 15 приставку поэтому что там довольно круто параллельно выполняется сразу 15 тестов а если говорить про битон то битон у нас в основном коняется на дженте эти тесты и они бьются физически у нас это фреймворк для джан да потому что битонящий тест у нас в основном на компоненты и через эти работы поэтому они легче себе на битоне мы не пишем тест на через селезр что у вас есть драйвера поскольку там аккуратно обновляется сверху новых версий браузер ров да поскольку я так понимаю а приходится вот в селезринский тест на сверху там добавляем новую версию драйвера какое значит что вы драйвер держите, да, в базе, на каком значит вы версии сделать и насколько ваши тесты как-то вот так легко активизируются да, я понял, так, по порядку, первое, сколько, короче, сколько у нас браузеров браузеров много, я сейчас могу открыть сейчас, по-моему, 1800 браузеров одновременно вот здесь, опять же прохожу в этот ступо сейчас из-за этого в Яндекс здесь она работает я сейчас покажу, как в зависимости закруется, то закруется, я не знаю как внутри получится, по поводу короче того, запускали мы это в разных браузерах В разных браузерах мы обычно не запускаем, мы тестируем только в одном браузере, а в разных браузерах тестируем Dector. То есть если мы думаем, что эта функциональность может поменяться в разных браузерах, то мы тестируем только вот эту функциональность. Очень редко мы тестируем так, что типа спустя-ка все тесты по DCE и попробуем найти эту проблему. Когда мы запускаем в разных браузерах? В разных браузерах мы запускаем в основном, когда у нас скриншоты, а в скриншотах мы запускаем в сравнении скриншотов именно в разных браузерах. Основная, ну, куда выходит мощность. Если какой браузер мы используем по дефолту, по-моему, мы используем Firefox минус две версии. То есть мы не ломимся с апдейтом браузеров. Это что касается какого браузера. Но сейчас активно используется браузер PhantomJS. То есть мы, ну, там действительно очень много браузеров. Надеюсь, он закрутится, короче, эта страница. И мы начинаем переменить в PhantomJS, потому что его просто гораздо больше можно сделать на тех же мощностях. PhantomJS — это браузер без адресовки. Это браузеры, ну, просто какие-то обычные, как бы новые. То есть это очень быстрый такой браузер не открывается. По поводу того, что у нас браузеры, я говорю, по-моему, у нас их около... Не хочется. Произ браузер на тестирование существует для того, чтобы тестировать именно cross-браузер. Я бы так сказал. То есть мы не тестируем, ну, типа, мы не запускаем те же самые тесты в разных браузерах. Просто, ну, для того, чтобы взять, там, по ДЕ запускать тесты. Мы запускаем тесты по ДЕ только на ДЕ. То есть, на которые могут быть расхождения, стоя фокусы. Ну, там, тестировщик думает, слушай, а кто тут на это могут быть какие-то расхождения, стоя фокусы в средине. Давайте я сделаю тест, слушаю вот только вот так. А потому что верстка не свободна. А? Верстка и верстка. Да. Верстка тестируется скрешотами, и она тестируется везде с сравнением скрешотами. Там, где надо, тестируется. Скрешот как можно делать? Просто вот драйвер, вырезаем кусок. Ну, у тебя скрешот вот драйвер, вырезаем кусок, сравниваем. А как вы до этого момента вырезаете фокусы? У нас есть такой инструмент, называется тоже мне библиотечка, она в Яндекс.Плату, в бюджете. Я, наверное, кто по встрече отпишу, сделаете библиотечки. Она умеет хранить в СМЛ-ке просто сценария, по сути. У нас ручники заполняют, ловики, таблицы, короче, заполняют сценария, просто вот такие вот, там, зайди туда-то, поищи вот так-то, в какой-то регион, типа фитнеса, очень похожа на фитнес такая тема. И по ней делаются скрешоты. То есть идет сценарий, в конце скрешот. Сценарий, скрешот, скрешот, скрешот. Об этом есть Татьяна Хагай, точно. От Яндекса тестировали с помощью сравнения скрешотом, и там вот опять вписывается вот этот подход. Еще какие-нибудь вопросы? Да? А в космическом плане, у вас используется только веб-драйвер Java, или там во всей спектаке, сколько это может быть? Странички, где много атакса, в общем, в области. Не, мы в основном используем именно веб-драйвер Java, то есть мы выбирали странички, где много аякса, но мы используем с помощью нативного веб-драйвера. То есть мы не используем только веб-драйвер. Ну а вот, если много элементов в доме появляется, поход на атаксу подружается или еще когда? То есть вы пишите там вейд, да? Не, ну, смотря в какую задачу решается. То есть, сейчас как объяснить-то. Ну, например, мы не тестируем формы. Ну, то есть, если на странице много текста договора, где будет написано, типа, там, текст value, текст value, там, Иван Иваныч, там, сумма контракта такая-то, и вот там вот такая страница. Естественно, мы ее не будем автоматизированно тестировать, типа, дай мне такой тестерс-селекторный текст, сравни его с текстом и так далее. Тогда мы делаем просто. Вырезаем кусок HTML, берем сохраненный кусок HTML в виде шаблона, в котором не проставлено значение, вкладываем объект в шаблон, получается два, по сути, одинаковых должно быть шаблона. Сравниваем два шаблона. Ну, то есть, такие действия, которые, типа, там, очень много, как бы, таких, мы даже не делаем. То есть, сиропщик разберется те конкретные, там, ну, то есть, иначе придется писать много тестов. Это очень плохой, но другой способ. А заполняем, мы примерно так же. Берем объект, пишем маппер, который его вкладывает в форму. Ну, то есть, как бы, если Джарит, у нас есть объект, маппер его вкладывает в форму, и получается, что ты, там, пишешь форму, примерно такой. Объект, зачитал данные из базы, с какой-нибудь, короче, взял объект, прям форму запихнул, маппер сам расположил его там, заставить в форму, получил контракт, сыкнул, нарезал шаблон, сарабил шаблона, там, кто-то тест пять срочек. То есть, это, как бы, ну. И, вот, я, кстати, вот об этом, ну, теме, я очень советую, там, если кто-то не делает так, вот такую штуку делать, потому что, иначе, мы писали такие тесты, у тебя уже тест до тупости доходит. Ну, момент, когда стоит остановиться, писать селектор в глубину, это когда для нового селектора название не придумывается. Ну, в этот момент уже все, это уже точно. Потому что, когда ты называешь, там, вот это TubeNail, TubeNail Header with… Все, откажите. Вот в этот момент, скажите, вот стопе, надо, короче, пересмотреть, видимо, где-то я заблуждаюсь, надо переорганизовать систему тестов. Понимаешь? Да. Если это ответ на твой вопрос, тогда можно задавать следующий вопрос. Зависимых тестов. Да, я понял. А тут мы подходим так, что мы тут, честно, прям вот совершенно руку на сердце, не то, что попрепастим, а пишем длинный сценарий. Кто-то скажет, что, ребята, короче, как же у вас длинный тест выполняется? То есть, какой тест такой? А, я знаю, юзер уже создан, скорее всего, кем-то. Иначе вот. Каждый тест создает себе данные и удаляет их после себя. Это железное правило. Это, как бы, ну, насколько железно, сколько много отделов, насколько оно железно. То есть… Мы пытаемся писать, это рекомендуется и, там, всячески просматривается, чтобы они были изолированы. Это первое условие. Это очень, ну, это называется, ну, там, хороший стиль. Если ты пишешь так тесты, то те, как бы, скорее всего, скажут, там, человек, с которым ты работаешь, спасибо, потому что в них легко разбираться. Проблему… Скорость их выполнения мы решаем параллельно. Ну, способом. И сейчас мы еще думаем в сторону того, чтобы у нас был… Ну, типа… Насколько знаю, что в семье есть похожая функциональность, типа древовидный запуск тестов. Ну, типа, первое, проявляешь, что application жив, что ли проявляет? Каждую конкретную фичу, что она работает? Третий тест… Ну, типа… И он вот так вот деревом расходится. Если какая-то компонента не работает, то вот эти все тесты скидываются, даже не запускаются. В testing game, сколько я знаю, какая-то похожая система есть. Ну, либо заюзаем… Ну, надо будет ее прикрутить как-то в G-Unit, но еще об этом не думали, но вообще уже мысль такая появляется. Это что касается… Ну, типа, вот твой вопрос, как древовидный тест. Скорее всего, какую тему сделаем? Может быть, даже открыл open source. То есть, у меня была какая-то тема. То есть, это называется типа триовидное выполнение тестов. Это просто кришно. Типа, вот этот тест, аннотация зависит от того теста. И не надо запускнуть… Ну, то есть, ты не понимаешь, да, дальше. Это такой подход, если у него можно почитать, в некоторых языках программирования он реализован. То есть, это не открытие, это уже существующие подходы. В G-Unit, такого, насколько я знаю, в G-Unit такого подхода нет. Какие еще? То есть, по сути, если ты не смог создать юзера, ты не можешь проехать. Ну, это как бы, ну, если ты через интерфейс не смог создать юзера, то, как будто не старался, уже его не проверишь. Другой стороны, там, опять же, очень много разных стен. Например, очень часто у нас происходит такая тема, что тестируется, когда продукт сложно пилиться по конкретным кускам, ну, красиво. Он пилится просто, ну, рубанком, по сути. Через веб-интерфейс создаешь, в базе проверяешь, в базе создаешь, в веб-интерфейсе смотришь. Ну, ты понял. То есть, чтобы увидеть, короче, направление, где проблема произошла. Просто, если ты через open-interfейс создашь, и через open-interfейс прочитаешь, ого-го, где там ошибка может быть, вообще непонятно. Поэтому, надо хотя бы как ходить. Это очень тяжелый процесс. разработчики, если там у них жалуются, что разработчики у нас не хотят, да не хотят, и так далее. Это надо все тащить. Да, конечно. Ну, то есть, это, да-да-да. Еще вопросы? А еще вопрос. Проект, например, какой-то у вас сложный сценарий, ну, допустим, там, юзеры нужно создать, а юзеры еще там, с какими-то элементами. И у вас в базе появляется нужное состояние вот этого сложного сценария. А вы что, проверите на прямую базу, да? О, это, я говорю, это зависит от, вообще как бы, ну, конечно, подходы бывает раз. То есть, может быть и так, может быть и так, ну, тут, не могу сказать. Если бы я решил эту задачу, я бы сделал, ну, там, слепки базы нарезал. На самом деле, ну, да, нарезал бы слепки базы и тестировал, ну, с теми же данными. Хотя в базе могут отличаться таймстэнпы, там зачастую таймстэнпы. Не знаю, сидел бы и курил. Ну, то есть, там же способ протестировать это очень много. Ну, это еще вопрос. Если вот, если бы базы делать, то, перед парагоном не тестов, получается, вы получаете вот этот цвет, да? Так, нет, ну, там не курем. Смотрите, кому не приходила в голову идея тестирования API через снифер. Ну, берешь, короче, где есть веб-интерфейс на одной машинке, на второй машинке есть API. А API на самом деле нет. Есть программные вызовы. Ну, типа, ты берешь с одной машинки, ставишь на нее снифер, начинаешь плевать сюда, как бы, клики, а тут сидишь и смотришь, что как бы... Поэтому, что тестирование, оно в этом крутой разработке, оно в себе позволить, на мой взгляд, много времени на эксперименты тестирования, но всегда находится в ограниченном времени. Если, там, вы спрашиваете тестировщика, и он автоматизатор, и он говорит, слушай, я сейчас напишу новый фреймворк, и будет вам не беспокоить, в большую долю вероятности, это сигнал к тому, что тестировщик начал программировать. Ну, и это плохой симптом. На самом деле, много инструментов уже есть в интернете. Простые вещи лепятся только в ходе. Тестирование, оно не должно быть... Код не должен быть написан идеально. Ну, типа, у него нет уже таких четких видений. Он должен быть красивый. Я могу показать свой код, ну, там, он читаемый. Это не говорит то, что у тебя не должно быть какого-то там, совсем стиля написания кодов. Но, тем не менее, инструменты, в основном, берутся именно топорные, чтобы заработало, чтобы попробовать проверить. Потому что, если тестировать по-красивому, по-хорошему, то вы не влезете ни в какие-либо рамки вообще в топорного. То есть, как бы, ну, потом разбор скажет, ну, че, он написал тест? Я так и говорил, ты зипиши руками. Все, ну, то есть, и ты получишь какого-то, какого-то, какого-то. Автонизация, она должна быть жесткой, беспощадной, ты должен четко понимать, что ты делаешь. Только потом у тебя появятся вот такие корабли, где все там, ну, что ты будешь когда кайфовать сидеть, да, после цены, короче, посидеть в комнате, там, высырать все. В смысле, есть и стажеры, есть, ну, там, какие-то вариант аммистит, как народ очень дорого когда какой-то человек понимаешь как бы проблема опять же автоматизации что это им приходится нанимать людей которые мешают проблемы которые создали автоматизаторы которые решали проблему тестирования это довольно большой цикл и потом появится очень крутой парень который ребят я решу ваши проблемы хотя проблему их на самом деле много поэтому если говорить все то что если чего-то ну то есть исходя из эффективности если тем лучше то есть лучше не тестировать чем тестировать на то что в какой-то момент некоторых националистов это за церковь а и больше сочетания кодзеров и ручников разных группах по-разному например вот ладно братья в отделе икс там трипун там трипун например есть есть 10 10 она вообще варьируется по разному в зависимости от задач например если сервис сильно развивается и в нем постоянно какие-то переделки но автоматизатором даже сажать довольно глухое занятие потому что им надо был последний перефакт или теста там гораздо лучше справиться если сервис уже стабильный потом скорее всего лучше поставить человек ответственность и будет команда автоматизатор которая будет за ним как тут я не скажу что это всегда делается ровно так ну примерно команды подбирают такое сочетание чтобы ну там ресурс не простая если спрашивать по поводу найма как мы нанимаем ли мы таких человек как бы ну которые мало тарифицированные мы называем их стажеров из-за них очень красиво связи ну то есть в плане то что у нас как бы в этом плане мы пытаемся нанимать как бы довольно квалифицированные чуваков то есть такого мало что мы спрашиваем слушай да блин возьми там джи-дхейф там посиди что-нибудь попробуй поделай как бы обычно это происходит потому что швак реальность это он реально это сделает потом убьет проблему и там тебе с этой проблемой нужно официально у нас кажется что-то ребят уже в комбинации я сделал то что вроде сделала такие проблемы такие как это сделать чем ты так это делал ну и все и начинается без такого мы пытаемся не допускать лучше чтобы все это делалось хорошо лучше не всегда получается просто еще а вы с какой целью интересуетесь кто-то чего смотрите почитай а 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 и а а а Прочитаю. Open MainPage Search Яндрюс Клотуз Make Screenshot А где я не... А, это я... Это я... Это я... Это я... Ну, надо поискать это. Я пойду, что... Я не понимаю, что что-то тестируется, что с чем сравнивается, что мы ожидаем. Ну, а приезде, у нас есть все. Так, я покажу сейчас сначала про веб-тест, а потом покажу, например, какие функтуальные тесты, которые на юнит-тексте вывешают. Это так интересно. Ну, вот. Тоже интересно. Давайте прочитаем. Конечный пользователь на главной странице открывает главную страницу. Конечный пользователь на главной странице ищет янгроз. Конечный юзер, на поисковой странице. Поисковые результаты должны существовать. Конечно, друзья, на поисковой странице поисковые, сейчас, search, items, list, shoot, поисковые результаты, ну типа, items, лист, как там, друзья, должны иметь size, default, result, count. Ну типа, поисков, количество, по сути, написано, что количество результатов должно быть 10. Вот как бы, мало того, заметьте, как бы, тут не просто так нет условного лейки. Тут у нас нет условного лейки в тестах, это, кстати, вопрос о том, кто-то задавал вопрос о том, что типа, broken-тесты и так далее, как мы это делаем. Вот так вот пишется тест, у нас нет условного лейки, невозможность этот тест, который, ну, условная лейка. Это, что касается именно веб-тестов, я могу показать юни-тесты, они будут написаны немножко, да. Проявляется наличие результатов и то, что имеется в виду. Да, но, а если мы скупали на зачастую, что у Яндекс, то что у нас в тестах будет? broken, он напишет, что мы не смогли их искать. Он напишет, что, ну, тест сломался. Не рассматривайте. После поиска пользователь должен видеть поисковый результат. И будет написано, не удалось открыться внизу Яндекс. Ну, все, я такой скажу. Ребята, слушай, там почему-то не осталось в конце Яндекс. Сидите, разберитесь. Автоматизатор. Фактически, у нас получилось, что там пустится куча тестов, которые, когда они хотят не работают, а там не закончатся. Ну да, может. Я говорю, мы уже общались по этому поводу. Древоидная структура пока еще не придумывали. Ну, я объяснил, почему не придумали. То есть не было спроса. Если был бы спрос, мы уже придумали. То есть в таких ситуациях, в которых, ну, там, мигнула сеть, и там у нас целый запуск ушел в ноль, их очень мало. Это, ну, понятно, я понимаю ваш интерес, как бы, но таких что-то реально мало. То есть в основном реально не работают с функциональностью. То есть у нас довольно стабильные вот эти вот структура, они бывают там не сетевых проблем. Ну, фут-фут-фут, конечно, бывает, но не в таком количестве, чтобы прямо вот сидеть и разрабатывать функциональность для этого запуска. Да. А вот это как там шаги? Разные, ну, допустим, на каком-то шаге вот этот балл. Разные делаете? Да. А вот тут тут формируется эксцепшн. С текстом, да? Да, 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 да. То есть там будет тайм-аунт эксцепшн, там какой-то ассешинг эксцепшн и так далее. Я могу показать еще. Да? Тут уже нельзя, это код. Там, наверное, будет тестироваться по-убокии. Сейчас это покажу. Уже не покажу. Ну, блин, а что я вам это покажу? Ну, это высокососный проект. Выходите, смотрите. Смотрите. Слайд. 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 Уже нельзя. Да, 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 да. Все, как бы. Да, расскажи, я помню. Это steps. Это уже как бы, вот смотрите. Кто он видел наустречу и по встрече такой рисунок гамбургера? У нас идут сначала HTML элементы, это блоки. Блоки, в которых там поисковая стрелка, там результаты выдачи и так далее. Это блоки страницы. Они могут быть одинаковы на несколько страниц. В следующем уровне абстракции идет плейдж-объект. Плейдж-объект используются вот эти блоки. Технологии называются HTML элементы. Это рекурсивные блоки. Ты можешь блок в блок вкладывать и так далее. То есть это плейдж-объект. Получается, что если изменяется селектор, вы меняете пейдж-объект либо HTML элемент. Это первый уровень абстракции. Второй уровень абстракции – это степы. Степы – это пользовательский сценарий. Если меняется поведение продукта, меняется только этот слой. Понимаете, да? Поменялась верстка – поменялся один слой. Поменялся поведение продукта – поменялся второй слой. Тест использует только степы. Что это позволяет делать? У вас, когда набирается база степов, у вас тесто пишется вообще. То есть это потом такая скорость начинается, что тесты потом пишется просто. Берешь степы. Добрый тест. Поэтому используем такую степную архитектуру. То есть бейджок и степ билет. Соответственно, с этого вот билет вот так вот. Шут. А что? Пейджок? Ну, это пейджок. Ну, html элемент – это расширение пейджоков. Пейджок может содержать только один уровень. То есть он такой длинный получается. А мы делаем его в ложку. В html элемент позволяет, короче, пейджок содержит, короче, search-era, у которого содержит веб-элемент. Ну, ты понял. То есть рекурсивно инициализируем, как дерево. То есть оно больше покоит на страницу. По сути, мы используем пейджок, но дописанно. Это тоже как отец в крупном сорсе. Там даже есть язык. А связание с селектором происходит, ну, в момент… Да, да. Они, как бы, они вложены. То есть в search-era будут искаться input, он не будет искать их вовне, если ты явно этого не скажешь. То есть он… Искать будет тот момент, где имена обращаешься? Когда обращаешься к нему, и селекторы, они будут вложены. Ну, типа, он не будет искать вот этот конкретно маленький кусочек на всей странице, он будет искать его в контексте элемента. Я его томил, нет? Все такие… Да. В TeamCity Allure у нас есть Allure плагин. Allure работает по схеме. Тесты генерируют XML-ки в директориях. Из XML генерируется отчет. Поэтому в TeamCity плагин ты его ставишь, и он генерирует тебе отчет на XML. Как в Shopify, генерирует XML после прохождения тестов, и потом ты просто в TeamCity плагине указываешь, что в этой директории генерирует отчет. Он генерирует отчет и добавит ссылку. Есть TeamCity плагин, можно его поставить прямо в TeamCity, как бы, и все будет работать. Только надо подключить адаптер. Тут есть Java адаптер, там, Python и так далее. То есть подключаешь в тесте адаптер, у тебя начинают генерируется XML-ки после прохождения тестов. На них натравливаешь плагин до TeamCity, и он генерирует отчет. Вообще, мы его изначально делали как расширение G-Unit, поэтому я не буду отвечать за другие языки, кроме Java, потому что это пишу не я, как двосторонние разработчики. В Java его можно подключить вот так вот. Ну, то есть Java подключается без дополнительной какой-то, ну, работы. Ты просто в конфигурации, допустим, в Mac не прописываешь зависимости просто, и у тебя уже будет генерироваться дефолтный отчет. Степов не будет, но отчет будет. А потом уже при необходимости просто над методом пишешь степ. Собака степ, все, этот метод будет красиво отражаться в отчетах, когда ты его дергаешь. Там используется... Не-не-не, там используется рефлексия, отлично. Ну, просто как бы, ну, там используется и рефлексия, и используется инструментирование кода, и как бы, ну, аспекты. И мы просто смотрим. Метод с такой аннотацией вызвался, берем его в аргументы. Ну, там очень простая схема, я говорю, подбор, посмотрите, там вообще... Она подключается очень легко, и очень легко потом над нее переходишь, чтобы красивее и красивее делать отчеты. Там требования, которые... Фича стори, это тоже надо аннотациями на тестах пишешь, типа... Фича поиск, ну, свой, и он попадет в ту категорию. Ну, и потихонечку будет добавляться. Все? Устали? Давай за это закончим? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.